Добрый вечер! Вы смотрите программу «Открытый разговор» в прямом эфире. За последнее время в ГАГАУЗе вызвало множество споров и мнений относительно возможных изменений в системе образования. Сегодня попытаемся узнать, что это такое, какие плюсы и минусы, если они есть, и как они отразятся на всех участниках, учителях, администрации учебных заведений, родителях и самих участниках. Участник сегодняшней программы – начальник главного управления ГАГАУЗе, образование ГАГАУЗе Вера Балова. Здравствуйте! Здравствуйте! Уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы, вы можете задать их нашему гостю в прямом эфире, позвонив по номеру 279-57. Иролиничный, я бы сегодня хотел поговорить с вами не столько о новой формуле, которая в ГАГАУЗе будет внедрена только в 2013 году. Сейчас всем, наверное, известно, в Молдове, согласно постановлению правительства 2011 года, по новой формуле задействованы 11 районов и 2 муниципи. Я бы хотел поговорить о другом. Я хотел бы узнать, какая ситуация в автономии, в каком переходном, возможно, или в каком-то другом состоянии находятся наши учебные заведения. Если я правильно понимаю, предлагается новая система самостоятельного финансирования. Я хочу сказать, что на территории автономии функционируют 50 доуниверситетских учебных заведений и 59 дошкольных учебных заведений. Это детские сады. Хочу сказать, что действительно вы правильно сказали, что новая формула финансирования придет на территорию всей страны, кроме тех районов, с 2013 года, с 1 января. Поэтому сейчас было принято решение исполнительным комитетом ГГУЗИ, чтобы мы привели в соответствии с законом об образовании Республики Молдова функционирование наших учебных заведений. Вы говорите о постановлении с полкома 17 октября? Нет, я говорю о том, что мы сейчас делаем. Значит, согласно этого закона, закона об образовании Республики Молдова, статья 13, пункт 2, все государственные учебные заведения должны быть юридическими лицами. То есть мы это сделали сейчас, они действительно имеют свои печати, они сейчас фактически являются юридическими лицами. И второе, это статья 61, пункт 10, где сказано, что каждое учебное заведение должно иметь самостоятельный бюджет свой и иметь свой счет в казначействе. Значит, вот по второй статье бюджет учебного заведения, вы знаете, он дается каждый год, он определяется по количеству детей в учебном заведении. Но в этом году нам бы хотелось, чтобы этот бюджет, который есть в учебном заведении, знали бы его и родители, и педагоги, и примар населенного пункта. И чтобы административный совет учебного заведения смог распределить этот бюджет постатейно, на весь год, чтобы был контроль за использованием денежных средств, предназначенных учебному заведению, которые выделены государству. Вот в чем заключается этот переходный период. Кроме того, мы не просто начали этот период переходный, мы провели ряд семинаров и практикмов для менеджеров учебных заведений. Мы их обучили финансовому менеджменту. Они все получили сертификаты о том, что они могут сами составлять бюджет учебного заведения и его распределять постатейно. Они знают, какими функциями они должны обладать, за что они несут ответственность. И вообще мы думаем, что когда руководители учебного заведения, педагоги, родители будут знать баланс учебного заведения и будут считать деньги, которые даются государству на учебное заведение, то вопрос контроля экономии, он сам отпадет. То есть каждый будет знать, что надо экономить, надо контролировать, чтобы все деньги шли по назначению. Если говорить о реформе, чуть-чуть затронуть ее в будущем году, есть принципиальные отличия от сегодняшней системы, которая предлагается с полкомом и от той, которая возможно будет? Конечно. Мы не вводим новую формулу финансирования учебных заведений однозначно. Она будет стартовать согласно постановлениям правительства страны со следующего года. Но по новой формуле финансирования определен коэффициент на каждого ребенка. Допустим, начальное звено имеет один коэффициент, 0,75. Там мы знаем, что меньше уроков проводится в начальном звене, меньше учителей задействовано. Среднее звено имеет коэффициент 1. И лицейское звено имеет коэффициент 1,25. Я считаю, что это учтены все затраты, которые проводятся на одного ученика в разных ступенях обучения. Кроме того, там есть формула финансирования самого учебного заведения. Кроме того, что финансируется учебное заведение на каждого ученика, как ежегодно дается Министерством финансов, есть еще сумма, которая определена для самого учебного заведения, на расходы учебного заведения. То есть эта формула позволяет учебным заведениям иметь бюджет, который поможет им профинансировать функционирование учебного заведения в течение учебного года. А от 17 октября постановление исполкома о финансировании некоторых учебных заведений на территории автономии. В чем суть была? В том, что… Привести в соответствие функционирование учебных заведений с законом об образовании. Вот эти две статьи, о которых я вам сказала. Так вот, мне интересует, почему были мнения в НСГ, различные толки? Вот что там было такое, с чем не согласны были некоторые депутаты? Почему-то некоторые подумали, что эта новая формула финансирования стартует в ГГУЗе. Никакой формулы мы не вводили новой. Мы просто приводили в соответствие с законом об образовании, функционировании учебных заведений. Потому что статья 61 была введена в действие с 1 января 2010 года. И мы к ней не возвращались. Сейчас мы решили привести в соответствие, потому что, хотим мы не хотим, с 2013 года каждое учебное заведение должно быть и юридическим лицом, и должно иметь свой счет в казначействе. К сожалению, сбой дает программа казначейства, чтобы открыть счета в каждом учебном заведении. Поэтому у нас в этом году учебные заведения финансируются через примарей, через казначейский счет примарей. Мы никакой новой формулы не вводили, поэтому и недопонимание было. В этом году планируется, у меня есть информация на одного ученика выделять более 6 тысяч лей. Если быть точным, 6, то 7, 7. Да. С каждым годом, в принципе, если проследить, эта цифра, в принципе, увеличивается. Сегодня средства, в принципе, выделяются тогда. В чем эффект самостоятельного финансирования, если средства и выделялись, и они также будут выделяться и увеличиваться? В чем? В том, только чтобы школа, администрация школы могла ими управлять? Да, это тоже эффект в одном. Но я хочу сказать в сравнительном анализе. Могу дать, например, в 2010 году в доуниверситетских учебных заведениях на одного ребенка выделялось 5246 леев. В 2011 – 5795 леев. И в 2012 году, вы правильно сказали, 6177 леев. То есть, если сравнить 2010 год, 2012, то возросло финансирование на одного ребенка на 930 леев 50 бань. Если посмотреть детские сады, я тоже взяла сравнительный анализ. Значит, в 2010 году выделялось на одного ребенка в детском саду 8022 леев. В 2011 году 8525 леев. И в 2012 году 9106 леев. Разница, вот за три года возросло финансирование на одного ребенка на 1084 леев. То есть, увеличивается финансирование. Естественно, увеличивается и бюджет учебного заведения. Но у нас другая проблема. Если посмотреть демографические показатели, у нас каждый год идет уменьшение количества детей. Именно в доуниверситетских учебных заведениях. Вот я сравнила. За последние четыре года у нас уменьшилось количество детей более чем на 4000. В среднем на 1000 детей в год уменьшается количество детей до университетских учебных заведений. Это по ГГУЗе, да, информация? Это по ГГУЗе. В дошкольных учреждениях, я хочу сказать, что у нас каждый год возрастает количество детей. Парадоксально. У нас на сегодня в 59 детских садах мы воспитываем более 7,5 детей. То есть, у нас процент охвата детей, у нас есть стандарт охвата, который мы приняли на исполкоме. Это 78% охвата детей в среднем по ГГУЗе. Мы планировали где-то 85%. То есть, у нас много детей в детских садах. У нас все сады функционируют круглогодично. И мы, может быть, детские сады не строим, но мы открываем дополнительные группы. У вас есть в Чедровунге, у нас есть. Пример есть. Пример – это две группы. 50 детей, шестая школа. И одна группа была дополнительно открыта в пятом детском саду и в восьмом детском саду. И так по ГГУЗе. То есть, проблема в том, что у нас уменьшается количество детей. Хорошо. Вот мы говорили о сумме 6177 рублей в этом году. Вот что входит в эту сумму? Какие пункты? Из каких пунктов она состоит? Ну, в эту сумму входит абсолютно все. И оплата коммунальных услуг, и заработная оплата входит. А плюс к этой сумме на каждого ребенка начальных классов еще идет сумма на питание. Вы это знаете. Это вопрос, да, интересовался. Вы знаете, что каждый год выделяется эта сумма. Значит, кроме этого, я хочу сказать, что, ну, естественно, школы финансируются через премарии. Есть учебные заведения, которые относятся к районной администрации. Ну, например, в Чедровском районе у нас лицей Губоглая, это районный лицей, он финансируется администрацией. Вместе с местными органами публичной власти ищем, какие можно еще использовать фонды для того, чтобы дополнительно финансировать. Вы видите, что у нас на территории города работает хорошо Глория, неправительственная организация. Вот, они помогают. Очень много сделано, я хочу подчеркнуть, при премаре Марангоз он очень хорошо работал. В каждом учебном заведении Глория обязательно что-то делала. И группа, по-моему, в шестом, в шестой школе, на базе шестой школы. Да, обе группы, и внутренние туалеты в учебных заведениях, и во всех детских садах. То есть, это целевые деньги, которые... Кроме того, еще есть фонд инвестиций, который мы также используем, ФИСМА, через Примарий. И вы знаете, что этот фонд тоже работал у нас на территории города. Хорошо. Ну, вот если говорить о капвложениях, они входят в эту сумму или это дополнительное? Нет, это не входит, это дополнительный план капитальных вложений. Вот сегодня мы рассматривали на исполкоме тоже план капитальных вложений. Это, в принципе, серьезная статья. Да, и в этом году немножко нам увеличили сумму капитальных вложений, и там есть наши образовательные учреждения. Потому что, хочу сказать, что, к сожалению, многие учебные заведения давно были открыты, и капитальных ремонтов в учебных заведениях не делалось. Но если посетить наши учебные заведения, можно сделать вывод, что многое сделано. У нас есть проблема замена окон, будем сейчас работать, и мы работаем над этой проблемой. В некоторых учебных заведениях есть, местами надо заменить крышу. Во многих уже сделали отопительную систему. В Чедрунском районе больше всего у нас с отопительной системой сейчас БОРЧИ. Я была, это большая школа, большой лицей, здание тогда строилось большое, окна большие. По-моему, по форме напоминает вторую же нашу школу. Да, напоминает вторую школу, но даже больше немножко здания. И, естественно, там отопление надо систему поменять. Потому что там больше обогреваются подвалы, чем учебные корпуса и кабинеты. В принципе, многое сделано в системе образования. Я хочу, в следующий раз я к вам приду, именно с информацией, что конкретно сделано по населенным пунктам, по каждому учебному заведению. Говоря о том, что деньги выделяются на образование, в принципе, в виде трансферта, в премарию каждого населенного пункта. Я сейчас понимаю, по этому нововведению, у премарии, в принципе, могут отобрать право распоряжаться всеми суммами. Потому что есть и практика, и мнение директоров, что их обязывают к некой экономии. И эти средства могут идти не в полном виде на нужды школы, а могут идти и на другие нужды города. Вы знаете, я думаю, что премары избраны народом. Советники тоже народом. И если люди пришли в местные органы публичной власти, и это наши дети в наших учебных заведениях, мы должны все вместе думать о том, чтобы было уютно этим детям, тепло, чтобы в достатке все было. Это зависит от всех нас, в том числе и от администрации учебного заведения. И я вот, вы знаете, когда говорила о демографическом показателе, хочу сказать, что по постановлениям правительства у нас в классе наполняемость детей должна быть 25 детей. По всей ГГУЗИ мы имеем среднюю наполнение с 21,6. И я сравнила прошлые еще два года. У нас одинаковый показатель. Где-то на 0,2 отличается всего из 50 доуниверситетских учебных заведений только в 5-25 детей в среднем в классе. То есть хотим мы не хотим. У нас есть школы, у которых, конечно, бюджет, который дается на ученика, он не может быть достаточным. Все годы так было. Я привела вам показатели. Но ни один год, ни одно учебное заведение не оставалось без дотации с центрального бюджета ГГУЗИ. То есть мы все учебные заведения датировали. Например, я могу привести. У нас есть два молдавских лицея. Один находится в муниципе Камрад, другой находится в Вулкане, в городе. Вулкане, в Молдавске. Эти лицеи имеют маленькое количество детей. В среднем наполняемость в классах в этих лицеях 13 детей. Но эти школы у нас функционируют. Мы их не сможем закрыть. У нас есть русско-кисселийский лицей. В этом учебном заведении оно единственное такого рода. Есть учебные классы, где преподавание на русском языке. Есть классы с румынским языком преподавания. Потому что в этом лицее занимаются дети из пяти сел. Маленьких сел. Естественно, там тоже наполняемость 13 детей. Все 5 лет там 13 детей наполняемость. Но этот лицей функционирует, он будет функционировать. Есть проблема у нас с Феропондевской гимназией. В этой гимназии, это единственная гимназия, где преподается родной язык украинский. Но там 91 ребенок. В среднем наполняемость 9 детей в классе. В принципе, увеличивается коэффициент на одного ученика. Сумма увеличивается, ее надо откуда-то добирать. Добираем из центрального бюджета. У нас есть учебные заведения, где финансирование одного ребенка достигает до 18 тысяч лет. А выделяется, мы сказали, определенная сумма. То есть мы дотируем из бюджета центральной автономии. Поэтому я спрашиваю, есть мнение, что и в Чадрунге есть школы, которые не совсем наполнены учениками. Есть мнение, что бремя ляжет на родителей. Ну, абсолютно неправильно понять это. Почему? Во-первых, школы у нас государственные. Насколько будет участие родителей? Турецкого молодо-турецкого лицея. Это частное учебное заведение. Значит, если это государственные школы, у нас есть стандарты образования в Молдове. Обязательное образование – это 9 классов. Если оно утверждено в стандартах страны, и согласно Конституции страны, государство обязано профинансировать, обеспечить образование детей. Право на образование. Право на образование, значит, и должно быть финансирование. Так вот, это финансирование будет выдаваться правительством страны, государством. И оно каждый год выдаётся. Мы ни в коей мере не… Я ещё раз обращаю внимание. Родители не должны финансировать обучение детей в школах. У нас нет частных школ. Это первое. И второе. Все годы, когда у нас есть проблем по датированию, мы находим выходы из центрального бюджета. Есть, наверное, обращение администрации учебных заведений. Они хватали. Примарии, скорее всего. Я думаю, что это примарии, потому что до сих пор они под ведомством. Примарии, главы районных администраций могут выходить, если в их подчинении есть такие учебные заведения. У нас есть такие учебные заведения. И хочу подчеркнуть, что на территории автономии в каждом населённом пункте Исполнительный комитет сохранил учебные заведения. Законодательность сегодня исполкома можно гарантировать сохранение всех учебных заведений? Мы сейчас разрабатываем стратегию развития образования, системы образования в ГГУЗИ на 5 лет. И затем мы работаем над законом об образовании. Это будет кодекс об образовании ГГУЗИ. Мы уже пришли к выводу, чтобы не было никаких вопросов от людей, потому что, естественно, есть люди, которые понимают, которые знают специфику системы образования. Мы законодательно, наверное, так и запишем, что малокомплектные школы не будут закрываться, будут датироваться из бюджета ГГУЗИ. То есть мы будем изыскывать средства. Говоря о нехватках, а сегодня школы достаточно получают финансирование и присутствующие сборы, насколько они законны? Значит, ну, сборы, о которых вы говорите, я официально не имею информации. Но я хочу сказать, что у нас должны, и об этом знают все руководители, функционируют ассоциации либо родителей учителей, либо просто родителей. Эта организация должна быть зарегистрирована в управлении юстиции. И сборы должны быть только на добровольных основаниях. Если человек может, он может. Но сборы должны проводиться не сборы, а это если родитель желает помочь, явиться меценатом, как раньше это было, то эти деньги должны сдаваться на счет в банке, специальный счет. Сборами денег не должны заниматься педагоги, администрация, руководители учебных заведений. И был издан приказ главному управлению, что ни в коем случае председателем ассоциации, которая создается, не может и не должен являться директор учебного заведения. И я считаю, имея опыт руководителя, что должно быть прозрачное общение с родителями. Все, что родители могут предоставить учебному заведению, должны отчитываться, об этом должны знать все родители. И даже этот отчет может висеть для знакомления с детьми, для того, чтобы знали. И если что-то закупается для учебного заведения, то оно обязательно должно быть оприходовано в учебном заведении, потому что является собственностью этого учебного заведения. Что вы говорили об ассоциациях, что ассоциация имеет такое право. Насколько сегодня все учебные заведения зарегистрировали ассоциацией? Вот я вам назвала, что у нас 50 учебных заведений, до университетских, и 59 детских садов, официально зарегистрировано 28 ассоциаций в управлении юстицией. И сейчас 13 учебных ассоциаций документы сданы. А остальные не имеют ассоциаций. А почему на ваш взгляд? Вы знаете, начиная с 2007 года, мы приводили пример ассоциаций, показывали, как писать документы и так далее. Я думаю, что надо администрациям учебных заведений объяснять родителям, что это за организация, какая цель у этой организации. Естественно, какая ответственность. И для чего она создается в принципе? Для чего? Я вам сказала уже, что школы государственные, они будут иметь бюджет из государства. Значит, если создана ассоциация, то она имеет какую-то определенную цель. И я думаю, что мы будем над этим вопросом работать. Все директора учебных заведений знают, в течение года дважды они получают от нас письма, в которых строго запрещается сбор каких-либо денежных средств, которые не узаконены. Сейчас в мониторе есть регламент, приблизительное положение по ассоциации учебных заведений. Мы рекомендовали директорам, чтобы они изучили. Те, кто еще не имеет ассоциаций и хотят создать, они должны чисто юридически оформить правильно создание этой неправедственной организации. Они просто, эта неправедственная организация еще многим помогает выиграть гранты. Да. И это дополнительные финансы, которые они могут принести для учебных заведений. В принципе, те же кап-вложения можно посредством этих, какую-то часть этих кап-вложений оттянуть. Конечно. Вы знаете, у нас такая цель сейчас. Так построили раньше здание учебных заведений, что туалеты, извините, находятся на улице. Дети больные. У нас цель такая, чтобы санузлы были в самом здании, чтобы они были утеплены. Это для наших детей, чтобы дети не болели. У нас есть проблема. Ребята, когда призывают в армию, многие не могут быть призваны, потому что болеют. Это тоже проблема. Что говоря о системе, которая в этом году у нас, переход это самостоятельного финансирования. Есть какие-либо методики, правила, по которым должен ориентироваться сегодня директор, как менеджер, или в каждом учебном заведении будет создан какой-то админсовет. Если админсовет, из кого он будет состоять, кто может туда войти, и чем он будет руководствоваться, что решать и распределять, средства на весь год, на зарплату, или всеми средствами распоряжаться. Значит, во-первых, это будет не самофинансирование, самостоятельный баланс. Самостоятельный баланс. Значит, есть административный совет в каждом учебном заведении. Есть положение по этому административному совету, и мы рекомендовали, чтобы в состав административного... Родитель может? Да. Обязательно должен быть родитель, обязательно должны быть члены педагогического коллектива, кроме администрации учебного заведения, и обязательно включить нужно примара населенного пункта. Значит, в этом году какая схема? Бюджет учебного заведения. Он определен. Вот в каждом населенном пункте, сколько учебных заведений, бюджеты определены. Этот бюджет на административном совете учебного заведения распределяется постстатейно. Все знают, какие статьи. Здесь абсолютно все статьи, не только заработная плата, абсолютно все расходы, которые имеет учебное заведение. Затем этот распределенный бюджет должен быть директором представлен на заседании совета или горсовета, или сельского совета, утвержден, и после этого директор знает, как распределяется, как тратятся эти деньги постстатейно. Ну и, естественно, надо проводить мониторинг. Проходит квартал. Надо анализировать, на какие цели ушли эти деньги, что недостаточно, что достаточно, потому что если будут какие-то проблемы, то они непосредственно будут обращаться в управление финансов. Финансирование – это вопрос не главного управления образованием. У нас главное управление образованием, мы же учебный процесс должны, чтобы функционировал, чтобы профессионализм учителей был, чтобы обеспечить медитатическое, методическое обеспечение учебных заведений. Управление финансов занимается этим вопросом. Вот такой вопрос директор. Будет заниматься только менеджерской деятельностью, или при нем останутся и основные его общеобразовательные обязанности? Пока останутся. Да, вот они останутся, а вот менеджерская деятельность, ее функции, они будут доплачиваться как-то, или это будет меняться в общей обязанности? Вы знаете, менеджер, ну, к сожалению, у нас, кто директора учебных заведений? Бывшие педагоги. И, к сожалению, в инверситете… И работающие, в принципе, педагоги. Да, и работающие. Имеют часы тоже. Да, но у нас свой принцип оплаты, заработа и оплаты педагогов. Значит, каждый администратор имеет право иметь определенное количество часов. Кроме того, оплачивается каждый директор, это учитель, предметник. Он имеет какую-то дидактическую степень. Он эту дидактическую степень получает в своей зарплате. Плюс еще он за руководство. Зависит от категории учебного заведения. Но я хочу сказать, что, к сожалению, не готовим мы менеджеров в системе образования. Мы провели очень много курсов для того, чтобы подготовить наших руководителей чтобы они знали менеджмент, в принципе, общий менеджмент, общий положение, специальный менеджмент, педагогический менеджмент, финансовый менеджмент, юридическую, правовую сторону менеджмента. Ну, даем возможность работать над собой. Кто желает стать директором, должен над собой работать. И хочу сказать, что уже у нас в практике есть, что часть педагогов, руководителей на конкурсной основе назначаются директорами учебных заведений на определенный срок. На 5 лет. Но есть сейчас руководители, которые назначены на неопределенный срок. Поэтому есть проблемы, конечно, но мы помогаем. Помогаем, чтобы не было никаких вопросов у нас. Продолжая эту тему, хочу еще спросить, вы сказали, педагог не менеджер. Хороший менеджер – это не значит тоже хороший педагог, или хороший педагог не значит хороший менеджер. И вы сказали, мы, в принципе, из прессы знаем, что проводились семинары, тренинги с участием из центра преподавателей, но практика показывает порой и обратное, что люди не справляются. Вот в случае, если человек директор не справится, какую степень ответственности он будет нести? Это как-то оговаривается или нет? В законодательстве пока четких нет правил, если не справляется. Я хочу сказать, что у нас многие менеджеры работают давно, имеют опыт работы, поэтому они навыки имеют, руководящие должности. Но у нас учебное заведение, в принципе, начиная с 2007 года, у нас не было проблем функционирования учебных заведений. У нас не закрывались учебные заведения от того, что там нехватка денег, зарплату все получали вовремя. Вот в этом месяце немножечко задержали, но январь – это всегда казначейство позже работает. В принципе, наказать руководителя сложно, снять, потому что правовое поле немножко не определено. Если подискусировать, вот он как хороший педагог, это тот же директор, как администратор, но не как менеджер. Станет такая дилемма. Станет. Вы знаете, я вам хочу сказать, что уже европейские страны, я была в Америке, да, по программе изучала этот опыт, ведь там не педагог является менеджером учебного заведения. Учебное заведение управления образованием нанимает менеджера, который управляет данной школой. То есть он не обязательно педагог. Я думаю, что будут внесены какие-то изменения. Сейчас вы знаете, что трижды готовился кодекс об образовании, и, насколько мне известно, Министерство просвещения предлагает многие позиции, которые в нынешнем законе, который функционирует сейчас, который мы используем, не учитывал вот эти нюансы. Там будут они учтены. Там есть и требования к менеджеру, есть его функции другие, то есть они дополнены. Там есть и обязанности, и ответственность есть, потому что руководитель, который дает согласие быть руководителем, он, естественно, не только представляет учебное заведение, сотрудничает с какими-то организациями, с органами публичной власти, но и несет ответственность за все, что там происходит. У нас есть стандарты, которые утверждены в системе образования. Если учебное заведение не выполняет этих стандартов, естественно, несет ответственность, в первую очередь, руководитель учебного заведения. В принципе, менеджер со стороны, он наверняка будет даже объективнее, эффективнее управлять, потому что он менее заинтересован в каких-то, менее амбициозно подходит к проблеме, а более холодно, он человек со стороны, и будет руководить как менеджера, а не как педагог. Я думаю, он будет просто профессионалом в этой области. Он будет знать все нюансы управления, науки управления. Это сложная наука. Кстати, в других странах и мэров городов не выбирают, и населенных пунктов. Они также нанимаются. Сегодня штатное расписание учебных заведений составляет утверждать администрацию учебного заведения согласно с едиными нормативами. Согласовываться, по-моему, с управлением образования? Нет, штатное расписание администрация не утверждает. Я вам скажу кухню, как это делается. Значит, у нас специфика в системе образования. На начало учебного года, в сентябре, у нас в автономии, в других территориях, я не знаю как, создана специальная комиссия, которая рассматривает штатное расписание и тарификацию учебных заведений автономии. Значит, примары утверждают тарификацию и штатное расписание, либо главы администрации. Кому относятся учебные заведения? А мы согласовываем, проверяя, чтобы все требования соответствовали законодательным актам Республики Молдова. Я к тому, что директор не может быть, если ему дать такие полномочия и финансы распределять, и другие функции. У него не появится такая идея, как сэкономить на единицы и тем самым сэкономить средства школы? Значит, один директор не имеет права ничего делать. Это должен быть административный совет, который будет согласовывать. Когда мы рассматриваем в учебных заведениях тарификацию, то обязательно есть комиссия, в состав которой ходят педагоги, ходят представители профсоюза, администрация. И после того, как они согласовали все это с педагогами, они выходят уже с тарификацией. Но один человек, естественно, может допускать ошибки. Но если он сократит штаты так, что не сможет соблюдать санитарные гигиенические нормы, которые должны быть в учебном заведении, или сократить педагогов, чтобы не обеспечить учебный процесс, то это нарушение, на которое идет администратор, и он будет нести персональную ответственность. Почему спрашиваю? Потому что после вот этих всех внедрений различные слухи, чтобы они были развеяны, чтобы у учления было ощущение, что кто кого-то могут уволить, кто-то останется без работы в связи с новой формой работы. Я хочу сказать, что у нас спецырка в системе образования. Если штатное расписание и тарификация утверждены на начало учебного года, то оно действует до конца учебного года. Вы говорили, что управление проводило профильные семинары, встречи. Наверняка вы знаете весь кадровый состав учебных заведений. И вот я хочу сказать, говоря о последнем вопросе о нашем городе. Все смогут перейти на другой формат работы? Ваше мнение, вы со всеми встречались, со всеми обсуждали. По новой формуле финансирования, та, которая предлагается правительству? Нет, которая сегодня, баланс этот. Я вам хочу сказать, что после того, как было принято постановление исполкома, после этого были дебаты. Мы немножко приостановили действия постановлений. Но появились директора, которые сказали, мы можем управлять своими финансами школы, своим бюджетом, потому что мы подготовлены. Я хочу сказать, что на сегодня 25 учебных заведений заявили об этом. Из города только Губоуглый лицей заявил. Остальные лицеи, остальные учебные заведения почему-то молчат. Но с Копчака два учебных заведения. Очень молчат. Может бояться ответственности. У вас Кирит Лунга заявили. Не знаю, было распоряжение Башканов, последнее, под номером один, где он обратился к руководителям учебных заведений, потому что поступили заявления. Они хотят иметь самостоятельный баланс, бюджет своего учебного заведения. И 25 учебных заведений написали. Хорошо. Спасибо. У меня все. Благодарю вас за участие. Это был открытый разговор с начальником управления образования ГАГАУЗИ, Верой Баловой. Всего хорошего. И вам до свидания. До свидания.